Эскорт от кайзеров В любом случае, я считаю, что Дирк Пинкертон имел в виду именно эскортирование чего-либо с точки зрения, именно тактическое, с точки зрения какой-то военной может быть. Хотя, опять же, здесь ричлайт такого цвета, что всякое может, как говорится, подуматься. И, конечно же, я сейчас вспомнил, у меня был очень близкий друг, его, к сожалению, уже несколько лет нет со мной. И мы когда-то с ним зажигали, у него был такой подубитый форт эскорт. Вот, если бы вернуть те времена, я бы, ну, я бы, конечно, приложил все усилия, чтобы он остался жив, во-первых. Во-вторых, наверное, я бы ему подогнал такой ножичек, чтобы всё соответствовало. Итак, почти незаметная рукоять. Очень-очень чуть-чуть так видно рукояти. Клипса у нас не вызывает у меня никакого отвращения, никаких нареканий. Она спокойная, она стандартная, она симметричная, она чёрная, она двухпозиционная. И довольно легко, кстати говоря, нож выходит из кармана за счёт того, что рукоять гладкая, просто в полировку. И поэтому то, что клипса достаточно такая упругая, это хорошо, плотная такая клипса. Плюс, раз, смотрим, и типа об кончиком кверху на две позиции у нас этот нож можно ставить под правую, под левую руку. Плюс, за счёт клатч-лока, вот только что я на обзоре редаута сказал, что единственное, это французы умудрились Аксис использовать именно как Аксис. И за это максуют бенчу деньги, а все остальные придумывают свои... Ну, вы знаете, вот на самом деле здесь в чём фишка? В том, что всё-таки разница, она очень большая, принципиальная. Потому что, когда, например, тот же самый Аксис ещё был под лицензией, то те же самые Ганза, они вообще не парись, обозвали его джилоком и ставили на свои ножи. Но как только срок лицензии на Аксис истёк, то тогда уже приличные фирмы, которые гнушаются, скажем так, какого-то пиратства, они обозвали этот замок как только угодно, поставили чехи ANV себе этот замок под то... Да сейчас ленивый просто не ставит. Сейчас ленивый просто не ставит Аксис под самыми разными наименованиями. И в данном случае это у нас Clutch Lock. Как говорится, найди 10 отличий. Итак, Escort Kaiser Knives. Дизайн Dirk Pinkerton. Длина... Прошу прощения. Длина 198 мм, длина клинка 84 мм, ширина клинка 27 мм, спуски примерно 3,25, толщина клинка 2,8, то есть 2,8, то есть у нас получается, что при таких спусках на 27 мм ширины клинка очень-очень такой получается резачок и DC-шничек. Хорошо, что не перекачали толщину именно клинка, получилось прям вот-вот как надо. Black Coating, финиш клинка, и у меня к этому Black Coating есть легкие нарекания. Где-то я здесь видел, глазастые, включайте, вот сейчас вот, сейчас. То есть вот в этом месте, в этом месте, как я вижу, это прям видно именно как красочка, лакокрасочное изделие, как говорится, как лакокрасочное покрытие пошло. И с одной стороны меня это не напрягает, не раздражает, с другой стороны я понимаю, что такие покрытия, как правило, они чувствительны к царапинам, они изнашиваются. Ну вот у меня сейчас при себе нету, я специально не делаю другой финиш на свой рекон, который мне прям очень-очень дорог. Это был подарок Юленции, один из самых первых подарков, и он весь у меня как будто его грызли, блин, как будто железный дровосек им ковырялся в самых неприличных местах. И я вот смотрю, мне эти царапины, они просто милы, поэтому это не парит. Вес 107 грамм всего, опять же, совершенно, совершенно такой легенький за счет материала рукояти, и за счет глубоких вырезов в лайнерах. Прошу прощения, что-то у меня... Сейчас, одну секунду. Дайте-ка сделаю глоточек, у меня именно пересохло что-то как-то во рту. Сталь 154,7. Ммм, монстр прекрасен. Прекрасен просто. Сейчас просто, правда, пузырики пойдут из меня самым неприличным образом. Рукоять Richelight. Замок, как я уже сказал, clutch lock. Наламни этот нож, стоит 140 евро. То есть, это у нас действительно такой... Ну, опять же, давайте не будем разгоняться. Это в любом случае не бюджетка, но так или иначе этот средний класс сейчас очень классно работает возврат, как практически на Кику. Кстати говоря, вот вам еще одно упоминание Аксиса, но только в исполнении СОГов. Никто не парится, никто не напрягается. Так, вот таким образом все выглядит в руке 9 европейского 10 американского размера, то есть практически прячется. Не стали запариваться на какие-то спейсеры, за что им спасибо, потому что нож у нас продуваемый, промываемый. В принципе, вот после любых жирных каких-то там дурацких продуктов, такие ножи, они совершенно очень так хороши именно на промыв, на прочистку. Отверстие под темлячок. Ричлайт мне дивно нравится, мне это напоминает. То есть это такой именно, конечно, гораздо более бюджетный вариант, но тактильно он мне напоминает нашего замечательного француза, имя которого я забыл, я сразу вспомню, как только выключу камеру. YSOS Series ножи. И причем у меня такая проблема с головой, я если вот так вот забываю, я пока не вспомню, я не успокаиваюсь. Вот, и я вам показывал, как вы помните, был залит смолой бетон, одна из моих мечт. Просто нож, который он мне... Все, я не успокоюсь, пока у меня он не будет. И здесь вот конкретно Ричлайт, мне нравится его... Вы сейчас удивитесь тому, что я скажу, но по факту это шероховатая полировка. Он очень гладкий, но при этом шероховатый. Классный такой цвет, я не знаю, даже там бургунди или как угодно назовите. То есть такой вот вампирский, блейдерский. Надо пересмотреть блейда, классный фильм вообще. Надо смотреть все по очереди. Сперва сумерки, а потом блейда, чтобы все было понятно. Вот, такие прямые, целеустремленные у нас долы, классический с легким дропом клинок. И такими ножами, конечно, острогать в одно удовольствие. Это практически получается у нас максимальное приложение силы. Ничего нигде не наминает, ничего нигде не напрягает абсолютно. И действительно, нож очень с этой точки зрения он рабочий. Прям очень-очень классно пойдет. Диагональ, вот она есть. Здесь, конечно, да, далековато. То есть удобно, если именно что-то проткнуть, если именно как-то вот так вот. Если вам нужна какая-то такая работа, обычно сейчас модно вот сюда насверливать какой-то получел. Здесь такого нет. То есть вы просто переносите тогда большой палец на насечку на обухе и начинаете что-то там ковырять, подковыривать. Ну и, конечно же, какие-то вот подрезающие движения. Указательный палец, опять же, на насечку. И будет вам счастье. Прям, прям классный. Возврат клинка просто шикарный на шпиньках. А, ну так вот, с чего я начал-то? Нож, вот мне, наверное, нравятся такие ножи. Я сам не левша. У меня есть знакомые левши, которые уже в школе настрадались, когда еще в старые времена писали и левой рукой смазывали всю эту пасту. Я думаю, что те, кто постарше, они понимают, о чем я. И вот такой нож, он полностью у нас симметричный. Здесь нет совершенно никакой, никаких ущемлений прав. Почему? Потому что у нас перекидываемая с правого на левый борт клипса. У нас симметричное раскрытие через двойной шпинек. И у нас полностью симметричный замок. То есть этими ножами можно совершенно спокойно оперировать. Как на правую, так и на левую руку. Если бы я был левшой, я бы из принципа только такого типа покупал ножи. Я бы ни в коем случае не покупал бы ножи, которые хоть как-то... Я понимаю, что можно. Я понимаю, что это не проблема. Но для меня это было бы делом принципа. В каком-то смысле. Вот. В общем и целом, очень классический такой стиль. Дирк Пинкертон наверняка игрался в детстве и теми же самыми бенчами, и теми же самыми колстилами, и теми же самыми... Можно перечислять очень-очень долго. Потому что на самом деле получилось-получилась очень такая... Но здесь говорить о том, что он что-то спер, я точно не буду. Потому что это бред. Это именно классические формы, которые от производителя к производителю перепрыгивают, перекатываются просто десятилетиями, а не годами. И это стандартная с небольшой подпальцевой выемкой рукоять. Клинок, он совсем там, я не знаю, можно назвать 10-20 моделей с таким же, в точности, клинком. Поэтому говорить, что он спер этот дизайн у кого-то, у того, у того. Нет, он просто нарисовал классику. Я думаю, что техзадание от Кайзера было именно сделать нож полностью право-лево руки и на вот этом вот самом клатч-локе. Получилось очень хорошо, очень достойно, как говорится, замечательно. Все, спасибо вам за просмотр, спасибо мне за обзор. Миру мир, в жопу войну, всем мира, всем счастья. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok